Мне стыдно вообще за многое. Я только этим занимаюсь, что позорюсь за деньги. Мне нравится все, что делает дядь Витя. Я дам ему 10 тысяч рублей, если он меня насмешит хоть раз. Субтитры сделал DimaTorzok Зря, Максим? Зря. Встречайте, ведущий шоу «Деньги или позор» дядя Витя. Добрый вечер! Мое почтение! Я рад вас приветствовать! Это «Деньги или позор» меня зовут Дядя Витя. Канал ТНТ-4! Сегодня в гостях у меня Максим Фадеев! Певец, композитор, режиссер! Этот список можно продолжать вечно, если перечислять только эти три пункта. Максим Фадеев бесспорно авторитет в музыке. Хотя выглядит как обычный авторитет криминальный. И как некоторые охранники Тимати. Человек, который слышал все российские песни за последние 20 лет и не сошел с ума! У Максима очень плотный график, но он все-таки смог к нам прийти. Видимо, сегодня репетиция Олега Майами, и Максу где-то надо перекантоваться пару часов. Максим, скажу тебе честно, у меня в гостях впервые продюсер. Были те, кто с ними спали, те, кто о них мечтали, и те, кто, может, сосками перепили решетку железную. Не думаю, что у меня был только Стас Костюшкин, были еще и другие ребята. Как продюсер, ты у меня первый. Ты у меня тоже. Итак, Максим, я тебе объясню правила. Мы даем тебе один миллион рублей. В твоем случае всего один миллион рублей. После этого буду тебе шутить разные шуточки про тебя, разные рубрики. Если что-то не нравится, нажимай на кнопку. А миллион реальный? Миллион совершенно реальный, да. Как сказали бы в Саранске, нереальный миллион. Ну. Если что-то не нравится, просто нажимай на кнопку и все. Нет, я хочу миллион унести. Я вообще, я тебе дам 10 тысяч рублей, если ты меня насмешишь. Это правда? Отвечаю. Вот я сейчас вот с этой секундой вообще не улыбаюсь. Если ты меня насмешил, 10 тысяч. Еще раз насмешил, еще 10 тысяч. Отлично! Хорошо. Если ты выиграешь целый миллион, куда ты его потратишь? Ух. Ааа. Столько планов может быть. Серьезно? Купишь шапку. Нижняя шапка у тебя уже есть. А, на 5 тысяч поржал. Да? Вы видели? На 5 тысяч. Нет, я должен, я должен засмеяться. А-а-а. Вот так. А-а. О. Так смеется только Пугачева, когда Галкин снимает трустики. Понимаешь? И так у нас есть 10 тысяч. Максим, скажи, пожалуйста, ты один из тех продюсеров в нашей стране, про которых мало что можно сказать плохого, кроме того, что ты носишь полосатые красные кофты. Я больше ничего плохого я про тебя не знаю. Можешь ли ты нам всем сказать, это никуда не уйдет, потому что это показывают по ТЛТ-4, об этом никто не узнает. Есть ли что-то еще плохого, что мы можем знать и не знать про тебя? Да много всего. Много всего плохого про тебя? Да, я ужасный человек. Ужасный человек? Приятно с коллегой пообщаться, скажи. Видите? Десяточка так и рвется из глотки, но... Давай же начинай уже шутить. Ну, конечно. Хорошо. Чтоб я кнопку сжать, бояться, вот это все. А можно вопрос? Да любой. Просто я впервые вижу так близко продюсеру. Скажу тебе честно, можно потрогаю тебя? Я ни разу в жизни не трогал продюсера. Меня трогали многие, но... Да, 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 так и знал. Я один раз до этого трогал еще дробыша, но это было ногой в спину, когда он стоял в автобусе. Я... Мы начинаем. Давайте поаплодируем. Макс, садись. Не переключайся, я приду к тебе позднее и покажу передачу до конца. Я дядя Витя. И за всю свою жизнь я вынес два урока. Первый. Не занимай деньги близким друзьям. Второй. Не хочешь вонять. Используй средства противобильного потоотделения Драй Драй Классик. Ведь эффект одного применения действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кстати, столько тебе нужно работать, чтобы купить такой же замечательный костюм, как у дяди Вити. Ладно, закрепим. Не занимай деньги и используй Драй Драй. Запомнил? Запиши и купи. Алло. Ты один из немногих продюсеров, который носит бороду. Дело в том, что у нас в России, в стране, наличие бороды перестало быть символом чего-то мужественного и брутального. Почему? Я не знаю. Сейчас бороду носят как серьезные крутые парни, так и те, кто писает сидя. Я имею в виду, естественно, пьяных байкеров, не больше того. Давай проверим, насколько ты брутален. У нас рубрика «Тест на брутало». Цена отказа 100 тысяч рублей. Все, что тебе нужно, просто отвечай на вопросы, которые будут появляться на экране. Хорошо? Я понял. Итак, первый вопрос. Тебя попросили разделить Асла на две части без помощи ножа. Что ты сделаешь? Разорвешь его руками, перегрызешь зубами, не будешь прикасаться к Мите Фомино. Не, ну я Митю не буду трогать. Он хороший мальчик. Давайте поаплодируем. Дальше, следующий вопрос. Забивая гвоздь, ты ударил молотком по пальцу. Какую фразу ты выкрикнешь? Первую. Вторую или «Ай-яй-яй, мой маникюрчик». Ну, честно. Разумеется. Вторую. Так выкрикни ее. Нет, я не могу. Не хочешь кричать, я потом сам скажу. Нет, у меня же детки. Детский ресторанчик, конечно. Тогда можешь прошептать этой девочке на ухо, этого будет достаточно. Примешь от Максима? Извините. Возьмешь? Ладно, извиняюсь. Могу сказать хочешь? Пойди. Парсик, скажи ей. Иди сюда, стой, стой. Что сказал, говорит микрофон? Так и сказал. Что сказал? Я здесь, Алёна. Давайте поаплодируем. Хорошо. Так, ты смеялся сейчас? Аплодисменты Максимову. Та-ра-ра, 20 тысяч. Я что-то это... Ну, понятно. Что-то сдаю. Итак, дальше следующий вопрос. Так. Ты собрался открывать ресторан для взрослых. Как ты его назовешь? У дяди Макса 18+. У дяди Макса больше, чем у дяди Коли. У дяди Вити больше, чем у дяди Коли и у дяди Макса вместе взят. Я с этим согласен. Я же... Мы же в бане были, поэтому... Ну, Коля, это, видимо, какой-то твой, да? Нет, это речь про Баскова. Там два сантиметра. Но мы... Итак, 10 тысяч. 30, 30 уже. Я сам считаю, я же теряю. Да, Максим, хорошо. Я запоминаю. Итак, выведите, пожалуйста, результат на экран. Уровень брутальности Максима Фадеева. 87! То есть получается круто, да? Остался бруталом, несмотря на то, что в основном общается с девчонками. Да, правда. Это я не про серебро. Да, правда. Я про тех, кто получает золотой граммофон. Давайте. У нас в офисе работает человек 30, все девушки. Серьезно? Такие красивые. Вот передать не могу. Вот как будто модельное агентство. Если хочешь, я брошу эту шарагу ТМТ-4. Три тысячи было. Не, ну три тысячи... Три тысячи было. Не, ну давай все-таки, если смеюсь, 10. Давай без вот этих вот. Хорошо, без мелочи. Уже 30, да. Макс, ты участвовал во многих песенных проектах. Да. У меня написано «Фабрика звезд», главная сцена, «Голос дети». Получается, до шоу песни на ТНТ, ты ни разу не участвовал в проектах, связанных с творчеством. Ни разу. На самом деле, я шучу. Нет, кроме «Голоса дети». Я тоже люблю детей. В советское время, ты это знаешь. Разумеется. Ты застал. Была книжка, она называлась «От одного до пяти». Эта книжка была полностью собрана из афоризма детей от одного до пяти лет. Я ее читал. А вот не видно. И вот тебе один из афоризма. Папа, я обкакался. Так. Родион Газманов. 22 года. Блин, я уже 40 тысяч потерял. Сейчас мы хотим проверить, насколько ты профессионал в создании музыки. Рубрика «Идеальный слух». Сейчас я буду задавать тебе вопросы, они будут связаны с аудиоотрывками. А, понял. Первый вопрос. Определи по звуку, какая машина не завелась. Российская или стиральная? Наш ЗИЛ. Отлично. Давайте поаплодируем это правильно. Дальше. Где можно услышать этот звук? В московском метро или в костюмерной Филиппа Киркорова? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Соболиной шубы. Это точно гардеробная Филиппа. Да, это правда. Скажи, чей бурявцы в зале — это концерт? Вот мне много вариантов. Давай все мы никуда не торопимся. Давай их всех обосрём. И так? О, я там на 40 тысяч, улыбочка. А, нет, нет. Уже 50, 40 было. Хорошо. Блин. Да кто это? Мне кажется, он просто от радости хлопает, что никого нет на сцене. Ну, ты очень бледен. На самом деле, это хлопает по плечу Прохора Шаляпина со словами «Ничего, скоро всё получится». Итак, наш компьютер проанализировал ответы и сейчас даст заключение. Что там с твоим слухом? Итак, внимание. Идёт анализ, идёт анализ у Максима Фадеева. Идеальный слух. Насколько идеальный, алё? Как твоё либидо, сладенький. Отлично. Это невероятный показатель. Давайте поаплодируем Максу. Кстати, там ещё один смех у меня проскочил. Немножко было смехом? 60, да. Итак, Макс. Я, честно сказать, не собираюсь скалывать до глубокой старости. Правильно. Я хочу, как и ты, стать продюсером, чтобы талантливые люди приносили мне деньги. Так же, как у Меладзе с Виагрой, только талантливые. Рубрика «Лучшая группа». Это отказа 250 тысяч рублей, но я думаю, что об отказе не идёт речь. Нет, нет, нет. Ты всё это сделаешь. Идём жёстко до конца. Смотри, что будет происходить. Я хочу создать лучшую в мире группу. Так. Я буду показывать кандидатов, которые можно взять мне как членов группы. Так. И ты мне помоги выбрать кого-то из них конкретного. Хорошо? В группу. Да, в мою группу. Давай соберём. Итак, сейчас кандидат на роль фронтмена. Фронтмена. Как певец Гриша Лепса. Олег пока ещё молодой очень. А Филипп Король. Ему уже не до чего. И до бэнда, согласен? Понимаю. Берём Лепса аплодисменты. Хочу, чтобы в группе была красивая девушка. Так. Выбери мне, пожалуйста, малышку. Ну, не забывай, что рядом Лепс. Ну, давай пару ему, Нюшу, сделаем. Выбрали роль красотки. Теперь надо выбрать смаз левого парня с неопределённой ориентацией. Предлагаю следующий вариант. Первый. Это солист группы М-бэнд Артём Пиндюра. Кто? Либо первый, либо второй, либо третий. Да, вот этот. В синеньком. Согласен с тобой полностью. Итак, покажите эту замечательную группу. Отлично. Нужно придумать название. Давай пойдём по простому пути, просто группа трое. Давай тогда, может, два с половиной, потому что по Пиндюре я не уверен. Ну... На самом деле, мне нравится Пиндюра, если вы думаете, что я как-то предвзято к нему отношусь, это совершенно неправильно. Кто из вас тоже любит Пиндюру? Поднимите руки. Пошла, ***. Ну, было хорошо. Да. В общем, ты создал группу, которую мы назвали Трое. Да. Да, я создал Трое, да. Теперь нам нужно её очень быстро раскрутить. Все мы знаем, что раскручиваются в шоу-бизнесе те, кто скандалит. Ага, да. Я подготовил, в общем, скандальные заголовки, связанные с группой Трое. Так. Тебе нужно просто вставить фамилии человека, который фигурирует конкретно в этом скандале. На днях группа Трое была замечена в стриптиз-клубе для мужчин. Участник группы... Ну вот, тот. Артём Пиндюра за вечер заработал полторы тысячи рублей и два герпеса. Отлично. Далее. Все киски будут моими, заявил участник группы Трое. Может быть, Лепса вставил? Да, Гриша, нормально. Григорий Лепс. Я обмазал свои гениталии сметаной, стоя в подъезде. Я вот последний, я не согласен. У нас очень классная группа, которую мы придумали. Трое. Да. Осталось записать для неё хит. В хите главный запоминающийся припев в песне. Сейчас сделаем. Я придумал крутые рифмы, тебе нужно просто подставить все остальные слова. Я вечером одену носки. А утром? Подожди, ты не мешай. Ты видишь, пошёл процесс. Согласен. Пойду покакаю. Давай. Ледышками намажу соски. Ого. Интересно. И книжками заполню мозги. Вот последняя фраза какая-то кривая. Можно заменить её. Да. Давай заменим. Ты лучше от меня убеги. Давайте поаплодирую Максу. Да, у нас получилось. На самом деле, эту песню мы отгадим Стасу Костюшкину. Да? Да, достаточно похожа на его. Он подложит тык-тык-тык. А что-нибудь сыграть нет? А? Есть у вас какая-нибудь клавишка? Хочешь, я тебе сразу песню сочиню? Давайте поаплодирую Максу. Он готов к следующей рубрике. Не переключайся. Вдруг не будет рекламы. Дядя Витя заставит попотеть любого. Драй-драй или позор. Давайте поаплодирую Максу. Он готов к следующей рубрике. Вынесите синтезатор. Цена отца за 300 тысяч. Я думаю, Макс согласен. Это синтезатор, на котором группа «Хай-фай» написала все свои хиты. Серьезно? Он новый, не пользовались ни разу. 83 тысячи хорошая шутка. У талантливого человека, кто талантлива? Браво! Костюшкину даже не нужно писать музыку. Вообще. Все отдадим полностью. В общем, смысл в следующем. Я буду давать небольшие задания. Так. Ты должен будет просто сыграть на этом синтезаторе эти задания. Все очень просто. Вообще. Вырази свои эмоции, которые ты испытал, когда впервые увидел «Черное море». «Черное море». «Черное море»? Музыкально. У меня было такое же ощущение. При помощи синтезатора опиши интерьер крошки-картошки. Это накладывает. Я сейчас ем. И глотаю. И где-то через 4 часа. Правильно. Правильно. Это сэмплер у вас, да? А пианино поставьте, смешнее будет, поверьте. Поставьте пианино. Представь, ты стоишь у крошки-картошки и хочешь картошку. Да. Но денег у тебя нет. Мимо проходят люди с колбасками. Кто-то купил крабовый наполнитель. Крутогуречный. Вдруг рядом бежит кошка. Ты хватаешь ее за голову. И ешь. Да-да-да, ты ешь кошку. Насытившись, ты набираешься сил. Ты с ноги открываешь дверь и говоришь, «Можно у вас здесь поблевать?» И мне отвечают. Тебе отвечают. Вот и новый наполнитель. На самом деле, музыкой можно сделать абсолютно любой характер любого человека. Как ты видишь меня? Кто я? В музыкальном ключе. Побряйте. Это программа «Деньги или позор» на канале «Культура». Я тебе скажу честно, Максим. На таком пианино может играть любой дурак. Это правда, да. А вот на том, который был в самом начале... Ну, давай. Давай вернем его. Настоящий профессионализм заключается в том, чтобы написать действительно хорошую мелодию, героическую, торжественную, вот с такими дурацкими кнопками. Легко. Можешь сыграть такую мелодию, под которую не стыдно идти с поднятой головой. Хорошо. Можно пригласить вас на танец. Играйте. Иди сюда. Играй, Максим, все было круто. Как зовут вас? Аня. Вы замужем? Не замужем? Я тоже. Что тебе сказал Фадеев в самом начале? Я приготовил ролик специально для тебя. Это правда. Давайте его посмотрим. Максим Фадеев. Лучший гость дяди Вити. Он родился в Кургане. Вырос. Разбогател. И все ради того, чтобы прийти в деньги или позор. Подождите, стойте, 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 стойте. Музыка полная давно. Клопайте. 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 Музыка не соответствует такому гостю. Есть музыка, которую написал какой-нибудь гениальный человек. Давайте здесь. Фадеев. Лучший гость дяди Вити. Он родился в Кургане. Клопайте. Вырос. Клопайте. 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 Я тебе должен сколько? 80 тысяч. Не меньше. Я ему должен 80. 80 тысяч. Спасибо. Макс, спасибо тебе. Ладно. Это была шутка. Как стукин сын. Я видел, что он немножко щадит меня своими этими шутками. Мне нравится его юмор. Он, конечно, такой немножко ниже пояса всегда, да? Интеллектуальные шутки, тонкие, но при этом очень понятные для людей. Вам надо таскать таких ребят, кого можно за выми потрогать. Очень люблю ТНТ-4.